Тайны морей и океанов Тайны морей и океанов интересовали людей во все времена. Многим явлениям ученые смогли дать объяснение, но некоторые тайны все равно остаются неразгаданными. Наглядным примером является Бермудский треугольник, который на многих наводит страх. Самые светлые умы пытаются объяснить загадочные явления, которые происходят в этом районе. Есть те, кто придерживается мнения, что таинственные исчезновения морских и воздушных судов в дьявольском треугольнике происходят. Действительно. Выдвигают различные гипотезы для их объяснения. От необычных погодных явлений до похищения инопланетянами или жителями Атлантиды. Ученые же не слишком преуспели в этом вопросе. Принято считать, что Бермудский треугольник это небольшой район, находящийся в морских и воздушных слоях Атлантического океана, в котором будто бы происходят исчезновения, покрытые тайнами, а иногда приступы психических атак и одержимости как среди местного населения, так и среди туристов. В районе Бермудского треугольника нередко наблюдаются жестокие тропические циклоны, штормы и ураганы. Случаются они чаще всего непредвиденно. Ученые считают, что верхние точки этого необъяснимого явления это Бермудские острова, Флорида и Пуэрто-Рико. Хотя статистика гласит, что большинство аномалий происходят за пределами этой условной зоны. Совсем рядом, но не в ней. Следует отметить, что название Бермудский треугольник начали употреблять не так давно, в 50-х годах прошлого века. Только благодаря новейшим технологиям ученым удалось отследить различные аномальные происшествия, которые происходят в этом районе. Однако никакая техника не способна объяснить, почему самолеты и корабли в одну секунду исчезают со всех радаров и мониторов. Большинство исчезнувших морских и воздушных судов так и не было обнаружено. С 1600-х годов в злополучном треугольнике стали пропадать суда. Многие связывают пропажи с Гольфстримом. Из-за скорости воды, достигающей 2,5 метра в секунду, в этом течении любой мусор, обломок и даже самолет всего за час будет отнесен на расстояние в несколько километров. В зоне Бермудского треугольника компас ведет себя странно и выдает неверные показания. Принято считать, что электромагнитное поле Земли имеет дыры. Существует большое количество районов на Земле, где компас не будет показывать строго на север. Так что Бермудский треугольник не является единственным местом на планете, где встречаются похожие аномалии. За территорией Бермудского треугольника в 1945 году установили наблюдение. В проекте принимали участие как спасатели, так и специалисты и ученые. Именно благодаря этой команде были спасены 140 тысяч человеческих жизней. Кажется, что вот-вот тайна раскроется, но не все так просто. Все то, что стало известно ученым, только больше ставило их в тупик. С того момента, как наблюдение за треугольником установили, на этой территории бесследно исчезло более чем 100 единиц техники, как водной, так и воздушной. Они просто исчезали, не оставив после себя никакого следа. Не было найдено ни характерных пятен масла, никаких обломков, вообще ничего. Недавно береговая охрана Кубы обнаружила в Карибском море пропавшие 90 лет назад судно. Следов экипажа на борту не оказалось. Но в самом Бермудском треугольнике обследовали полностью, каждый сантиметр. Но обнаружить что-либо так и не удалось. Так как найдено не было и пассажиров, то Бермудский треугольник прозвали кладбищем Атлантики. Христофор Колумб первым заговорил об аномалиях Бермудского треугольника. В 1492 году он хотел найти новый путь в Азию, а открыл Америку. Колумб был первым известным путешественником, пересекшим район Атлантики, который мы теперь называем Бермудским треугольником. Его судовой журнал содержит описание моря, сплошь заполненного водорослями. Рассказ о необычном поведении стрелки компаса, а внезапно возникшем огромном языке пламени и странном свечении моря. Таким образом, ученые всерьез заинтересовались Бермудским треугольником. Они обследовали не только дно океана, но досконально изучили и минералы, а также рельеф самого дна. Исследовали все погодные условия и то, как влияет водное течение на атмосферу. В ходе изучения ученым удалось открыть много нового, но эти открытия ни на шаг не приблизили их к разгадке Бермудского треугольника. Они так и не смогли понять, по какой причине корабли и самолеты с людьми на борту просто исчезали, по воле случая оказываясь в этой зоне. Единственное, что смогли доказать ученые, так это то, что Бермудский треугольник является неповторимой частью океана, которая обладает уникальными, ранее невидимыми свойствами и условиями. Однако это никак не объясняет все трагедии, которые случались здесь. Можно смело утверждать, что в Бермудском треугольнике пропало больше объектов, чем нам известно. Не все истории исчезновения морских и воздушных судов освещаются средствами массовой информации. Более того, некоторые катастрофы списывают на человеческий фактор. Согласно мнению скептиков, те суда, которые потерпели крушение и пропали в Бермудском треугольнике, всего лишь пали жертвой ошибок экипажей. Один из случаев исчезновения экипажа произошел в 1872 году. Судно «Мария Селеста» вышло из Статан-Айленд, Нью-Йорк, в порт Генуэ, Виталий. На судне, кроме капитана и команды из семи человек, была жена капитана и его двухлетняя дочь. Судно было обнаружено спустя четыре недели, без экипажа. При этом провизия, личные вещи, деньги и драгоценности остались нетронутыми. Расположение вещей свидетельствовало о том, что судно не попадало в сильный шток. Высказывается мнение, что причиной гибели некоторых судов в Бермудском треугольнике могут быть блуждающие волны, которые, как считается, могут достигать высоту 30 метров. Известно, что исчезают не только корабли, но и самолеты. Наиболее известным случаем, упоминаемым в связи с Бермудским треугольником, является исчезновение звена из пяти бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер». Эти самолеты 5 декабря 1945 года взлетели с базы военно-морских сил США в форт Лодердейли. И назад не вернулись. Их обломки, как и экипаж, не были найдены. После исчезновения «Эвенджеров» на их поиски были отправлены другие самолеты, и один из них тоже бесследно исчез. Есть подозрение о существовании некоего временного портала в Бермудской аномальной зоне. В 1970 году Брюс Герном вместе с отцом и приятелем вылетели из Магамских островов и взяли курс на Майами-Бище, штат Флорида, США. Вскоре после набора высоты пилот заметил прямо по курсу странное облако в полукруглой форме. Внутри облака были яркие вспышки. Герном и пассажиры ощутили чувство, похожее на небесомство. Все навигационные приборы вышли из строя. Стрелка компаса металась во все стороны. Когда самолет вылетел из этого тоннеля, Брюс увидел, что уже подлетает в Майами-Бище. При этом полет занял всего 45 минут, хотя должен был длиться не менее 75 лет. Аномалии происходят не только в Бермудском треугольнике. Море дьявола, так японские рыбаки окрестили Тихоокеанские воды вокруг острова Миякидзима в 128 километрах юга от Токио, расположены в северной части Филиппинского моря. Исследователи паранормальной активности сближают эту зону с Бермудским треугольником по той причине, что в ней загадочным образом исчезают корабли и самолеты. Исследования океанского дна у берегов Кубы с помощью глубоководного робота подтвердили, что на самом дне Бермудского треугольника расположен город гигантских размеров. Ученые предполагают, что это и есть Атлантида. Правительство США получило доказательство существования подводного города во время кубинского ракетного кризиса в 60-х годах прошлого века. Атомная подводная лодка тогда передвигалась в течение Гольф-стрим глубоко в море, где обнаружили структуру пирамид. Они немедленно взяли место под свой контроль, чтобы оно не оказалось в руках Советского Союза. Хотя существование инопланетян до сих пор не доказано, некоторые приписывают именно им все происходящее в районе Бермудского треугольника. В 2009 году в ночном небе над этой зоной появились неизвестные огни, которые даже сформировали нечто похожее на водоворот, а через час исчезли. Скептики же утверждают, что главной причиной исчезновения более тысячи судов в Бермудском треугольнике – человеческий фактор. Человеку свойственно ошибаться, и даже опытный капитан или пилот не застрахован от ошибки. Несмотря на плохую репутацию, через Бермудский треугольник ежедневно пролегают многие маршруты, как морских, так и воздушных судов. При этом о массовых таинственных исчезновениях и катастрофах ничего не слышно. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok